Без сомнения, криминальная и, возможно, трагическая история вот уже несколько дней разыгрывается на глазах екатеринбургцев. В уральской столице и ее окрестностях ищут молодую женщину, еще в четверг прошлой недели, выехавшую с работы, чтобы показать свою машину потенциальному покупателю и с тех пор безвестно отсутствующую. Злополучную машину уже нашли в соседнем регионе. Человек, купивший ее, утверждает, что ему ее продали цыгане. В машине эксперты нашли следы крови, которую пытались замыть. Сама владелица пока не найдена. Поиски 27-летней Ксении Катаргиной получили по-настоящему масштабный размах. Помимо сотрудников и курсантов полиции, два выходных дня – суббота и воскресенье – этой работой занимались многочисленные волонтеры, организованные двумя поисковыми отрядами – «Лиза Алерт» и «Прорыв». Добровольцы «Прорыва» продолжили свою работу и сегодня. Спасибо за такую мобилизацию надо сказать нашим коллегам, екатеринбургским журналистам, которые вывели тему поиска Ксении главной новостью уикенда. Правда, к сожалению, несмотря на все усилия, разыскать девушку пока не удалось. Ксения Катаргина, уроженка Каменско-Уральского, имеет два высших образования, воспитывает дочь, живет у родственников в Екатеринбурге, работает в «Березовском» в коммерческой компании менеджером по продажам. Владеет, или теперь уже владела, автомобилем «Ауди» купить 2010 года выпуска, из-за которого, вероятно, и произошла вся эта история. Как рассказала городскому порталу Е1 подруга Ксении, весь последний год девушка была увлечена идеей приобретения собственного жилья в Екатеринбурге. Живя у родственников, Ксения не могла перевезти из Каменско-Уральского свою дочь и вынуждена была каждые выходные ездить к ней и своим родителям за 100 километров. Недавно Катаргиной подвернулся устраивающий вариант квартиры в строящемся доме в Верхней Пышме, ближайшем пригороде Екатеринбурга. Банк готов был выдать ей ипотеку при наличии первоначального взноса. Свободных денег у Ксении не было, и она выставила на продажу свою 13-метровую комнату в общежитии коридорного типа в Октябрьском поселке Каменско-Уральского за 420 тысяч рублей в одном объявлении или даже за 330 тысяч в другом. Однако быстро найти покупателя на это жилье не удавалось, а банк требовал деньги на первый взнос. И тогда Ксения решила продать свою машину. Девятилетний кроссовер Ауди девушка оценила в 780 тысяч рублей и 10 октября ей поступило предложение о покупке. Опять же со слов подруги Катаргиной той позвонила молодая женщина и сославшись на то, что она беременна попросила подъехать ближе к ее дому. Встреча была назначена на четверг на 7 часов вечера, предположительно на стоянке у торгового центра по улице Восстания. По крайней мере один из екатеринбуржцев, когда о поисках пропавшей писали уже во всех соцсетях, сообщил ей один, что видел девушку, похожую на те фотографии, что распространяют поисковые отряды, вблизи дома 57, корпус 1 по улице Индустрии. Это соседняя с торговым центром здания. Вот что рассказал очевидец Евгений. «Когда я проходил через разгрузочный дебаркадр торгового центра, то увидел черную Audi Q5, стоявшую у трансформаторной будки на въезде, с открытыми дверями и багажником. Рядом ходили три человека – девушка и двое мужчин, по виду кавказцев. Оба одеты в черные кожаные куртки, черные брюки, черные бороды и отметил, что это были какие-то совсем посторонние люди для этого места. Девушка улыбалась. Один из парней полез смотреть багажник. Тогда я понял, что они смотрят автомобиль для покупки». Правда, очевидец утверждает, что эту картину он наблюдал не 10 октября 12-го, когда о пропаже девушки уже было широко объявлено. Так или иначе, встреча Катаргиной с потенциальной покупательницей также была назначена на Уралмаше, то есть в том районе, где и живет Ксения у своих родственников. Навстречу девушка отправилась в бордовом плаще, черном пиджаке, черных шортах, черных колготках, черных ботинках, с черной сумочкой и, естественно, на своем черном Audi. Последний раз в мессенджере WhatsApp Ксения появлялась в 16.40, в соцсети ВКонтакте – в 18.40 с мобильного устройства. А последний сигнал ее сотового телефона приняли вышки сотового оператора «Мотив», установленный в поселке Шувакиш, что на самой северной окраине Екатеринбурга. Именно эта геолокация стала отправной точкой для работы полиции и поисковых отрядов. Шувакиш, Ганина яма, Серовский тракт, Екатеринбургская кольцевая автодорога – здесь третий день ищут девушку или какие-либо следы ее пребывания. Между тем, уже в субботу была найдена машина Ксении. О ее месте нахождения в полицию заявил автоперекупщик из Челябинска. По его словам, в пятницу 11 октября к нему с предложением продажи обратились трое людей – двое мужчин, предположительно цыганской национальности, и девушка. Владелицей машины была именно девушка, очень похожей на ту, что сейчас разыскивают. У нее были все необходимые документы – ПТС, свидетельство о регистрации, паспорт и права на имя Ксении Катаргиной. Проверив, что машина не находится в залоге или под арестом, он приобрел эту «Ауди» за 500 тысяч рублей, в надежде позже перепродать ее на 200, а то и на 300 тысяч дороже. Эксперты-криминалисты в Челябинске изучили представленную машину и обнаружили в ней следы крови, которую перед продажей тщательно пытались замыть. Свидетельство перекупщика о цыганах, сопровождавших продавщицу авто, стало второй важнейшей зацепкой в расследовании, по крайней мере для екатеринбургских журналистов. Наши коллеги с портала Е1 обнаружили на Серовском тракте, вблизи места развернувшихся поисков Ксении, место, где какое-то время назад, вероятно, была стоянка цыганского табора. И расспросили местных цыган о том, что за кочевники здесь обитали. Вот что рассказал журналистам эксперт-криминолог Даниил Сергеев. Цитата. «Это цыгане из Ставрополя, называются Влахи. Это такие гастролеры, они ездят по стране, подворовывают металл. У моих знакомых дача в районе Семи Ключей. Этим летом они приезжали туда на машине со ставропольскими номерами и предлагали скупить металл. С местными цыганскими диаспорами они не общаются. Я спрашивал про них у местных цыган, мне сказали, если вдруг встретишь их, сразу звони в полицию, они могут ее убить и ограбить», говорит Даниил Сергеев. Поговорили журналисты и с одним из цыган, который жил в этом таборе. Он подтвердил, что они приехали из Ставрополя, рассказал, чем они занимались в Екатеринбурге и почему уехали. «Мы металлоломом занимались, скупали, работали понемногу, помогали кому надо. Я месяца два оттуда как приехал, холодно стало. Тут у нас тепло в Ставропольском крае», – рассказал Федор. «Туда же табор приезжает на сезон, на лето, а потом уезжает по домам. Семьями приезжают, может, тридцать, может, сорок человек. Кому не понравилось, уехали. ОМОН набирал нас пару раз, документы проверяли, посчитали нас всех, записали. Криминалом никто не занимался». Глава цыганской общины в Екатеринбурге Ян Сокол подтвердил, что знает о кочевом поселении в районе Серовского тракта, но какие именно там народности жили, точно сказать не может. «Есть люди, это таджики, которые попрошайничают, ведут такой неблагополучный кочевой образ жизни. Я слышал, что это именно они там стояли. Я слышал, что влахи к нам тоже заезжают, но по поводу криминала, если говорить, то влахи достаточно миролюбивые люди. К тому же я точно знаю, что за ними смотрит местная полиция. Мы разговаривали как-то с начальником полиции Арджинкизовского района. Он говорит, что местные дачники на них жаловались, но серьезного криминала там никогда не было. «Цыгане не такие люди, чтобы убивать человека за машину. Им нет смысла так рисковать. Они приезжают сюда каждый год. Каждый человек, они все на контроле у полиции, все посчитаны. Не хотелось бы, чтобы это раздувалось, чтобы не провоцировать всплесков ксенофобии в нашем обществе». Конец всех цитат. И действительно, судя по запустению на месте бывшей стоянки цыган, кочевники покинули это место гораздо раньше, чем пропала Екатеринбурженка. Так что, скорее всего, разговоры о причастности Табора-Влахов к ее пропаже, не в обиду нашим коллегам, притянуты за уши. Еще одну версию, бытовавшую в первые дни о том, что Ксения действительно сама продала свою машину и добровольно исчезла из вида родных и подруг, знакомая Екатеринбурженой решительно отвергает. У девушки есть бойфренд или даже жених, так что искать приключения на стороне ей смысла не было. Более того, уже на этой неделе она должна была отправиться в рабочую командировку в Италию на 4 дня и очень ждала этой поездки. Плюс любимая дочь, воссоединение с которой Ксения мечтала. То, что исчезновение Ксении связано с криминалом, полагают и в Следственном комитете России. По факту исчезновения женщины, которая продала свою автомашину и пропала без вести, органами Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса убийства. В раскрытии предполагаемого преступления мог бы помочь так называемый закон Яровой, согласно которому операторы связи и провайдеры должны сохранять все звонки и переписки в мессенджерах своих абонентов. Однако из-за неподъемных инвестиций в техническое обеспечение этого закона он пока не заработал. Впрочем, крупные операторы связи частично его уже начали выполнять, сохраняя активность своих абонентов примерно за предшествующий месяц. Есть ли такая возможность у мотива, нам неизвестно. В любом случае, есть еще уличные камеры наблюдения, автомобильные видеорегистраторы, охранные камеры коммерческих компаний, которые могли сохранить изображения двух загадочных мужчин и девушки, похожие на Катаргину и представлявшиеся ее при продаже машины. Органы Следственного комитета обращаются с просьбой гражданам, которые могут сообщить сведения о местонахождении пропавшей или иную интересующую информацию, обратиться в следственный отдел по городу Березовский областного следственного комитета по адресу город Березовский улицы Заковский на 12 или по телефону 8 343 69 49607. Следователь Данила Сергеевич Павлов.